Здравствуйте! В эфире концептуальные итоги недели. Поколение защитников Отечества является главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Прошлая неделя ознаменовалась центральным событием. Это великий праздник День Победы. День Победы – сакральный государствообразующий праздник для всех государств, расположенных на территории бывшего Советского Союза. Он имеет государствообразующее значение прежде всего потому, что мы потомки, рожденные в первом, во втором, в третьем, в четвертом поколении от завершения Великой Отечественной войны, мы относимся к этому как к жизнеутверждающему празднику, потому что победа – это прежде всего право на жизнь. Война начиналась прежде всего с идеи уничтожения, зачистки всех территорий бывшего Советского Союза. И наши деды и прадеды победили. Они отвоевали право на жизнь для всех нас. Именно поэтому сакральность заключается в том, что мы, потомки, будем вровень в случае чего наших великих дедов и прадедов. И это энергетика величайшей силы. Причем, обратите внимание, это энергетика, направленная вверх. Это праздник, праздник со слезами на глазах. То есть мы, безусловно, вспоминаем жертвы, вспоминаем наши победы, но мы празднуем победу как олицетворение жизни. Мы будем жить. И когда бессмертный полк идет по улицам России, да и всего мира, то мертвые идут вместе с живыми, и это праздник жизни. Кстати, хочу обратить внимание, что многие деятели бессмертного полка в том числе считают не совсем так. Они считают, что это праздник скорби, что нужно только плакать, нужно только поминать. И это понятно. На самом деле мне в 2015 году попала на руки директива британских информационных войск. Есть такая структура вооруженных сил, на нее замкнуты и спецслужбы. И там написано, что культ победы – это есть основная цель для дискредитации. Причем дискредитация не только через СМИ, а через блогерское сообщество. И вот на прошлой неделе мы обратили внимание на отдельные сообщения отдельных блогеров, которые, ну, вроде бы под благовидными предлогами, но копейка в копейку повторяли миссию и тезисы этой директивы британских информационных служб. Сейчас вечер 9 мая, за окном фейерверк громыхает, да, люди празднуют праздник победы, а в социальных сетях идет невидимая информационная война против праздника победы. Я предлагаю посмотреть на статью Ильи Варламова, которую я нашел в Яндекс.Дзене, она на самом деле написана в живом журнале, для того, чтобы проанализировать, каким образом идет работа против основ, опор нашего общества, к которым, безусловно, относится и победа. Еще в 2015 году в Симферополе, общаясь с некоторыми людьми, специалистами, мне попалась директива информационных войск британских спецслужб, в которых написано, что праздник победы – это является основной целью дискредитации для любых людей, вовлеченных в их поле влияния. И там было написано, что надо дискредитировать все, и особенно влияние праздника победы на детей. Давайте прочитаем статью Ильи Варламова. Итак, страница Ильи Варламова в живом журнале, и первый такой подзаголовочек – только крокодилы спасут эту страну от б***ов. Ну, чернушный подзаголовок, скажем прямо, он сразу показывает мировоззрение, миропонимание автора. Ну, не любит он эту страну, ему б***. Заголовок «День Победы. Почему дети в военноформе – плохая идея?» Читаем. «День Победы – не только священный для россиян праздник, запятая, но и золотая жила для торговцев всяким милитаристским барахлом». И что, и все? То есть, получается, Ильюша рассуждает таким образом, что День Победы – это священный праздник или золотая жила. И все, и больше никаких смысловых рядов. Идем дальше. Наряду с советскими флажками и георгиевскими лентами 9 мая продают пилотки, гимнастерки, солдатские ремни и галифе. У этих товаров есть что-то общее. Почти все они детских размеров. Ну, скажем прямо, далеко не все. Но есть и детские. Родители в последнее время почему-то решили, что очень круто наряжать детей в подобие формы времен Великой Отечественной войны. В принципе, даже понятно почему. Нарядным ребенком в красивой военной форме можно похвастаться в Инстаграме или показать фотку коллегам. Пусть завидуют. Вот интересно, почему Илья Варламов судит всех по себе? Это обряд, который показывает, что в преемственности поколений потомки победителей Великой Отечественной войне беспокоятся, чтобы дети были не только на мероприятиях у Вечного Огня, а чтобы они пропустили через тело дух победы. Для этого родители надевают на детей подобие военной формы Великой Отечественной войны. Это понятно любому человеку, даже если он и не является в темную сотрудником британских информационных войск. Может, еще и начальник по службе продвинет, узнав, какой ты патриот. А, ну то есть получается, что Илья Варламов у нас не патриот и не любит начальников, которые уважают патриотов. По читанию памяти предков, погибших на страшной войне, весь этот маскарад отношений, разумеется, не имеет. Обычная ярмарка тщеславия. Опять Илюша Варламов судит по себе. Ярмарка тщеславия – это о других. А в данном случае речь идет об обряде посвящения детей, внуков и правнуков победителей Великой Отечественной войны в дух победы. Для этого праздник победы и существует. И военная форма является неотъемлемой частью этого праздника. Читаем дальше. Кроме того, милитаризация детей активно пропагандируется государством. Например, в Пятигорске несколько дней назад прошел парад дошкольных войск. Это не шутка, пишет Илья Варламов. В форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер по площади Увечного Огня промаршировали в стройные ряды воспитанников детских садов города. Всего в праздничном шествии приняло участие более 500 ребят. Принимал парад глава Пятигорска Андрей Скрипник. То, как все это влияет на психику маленького солдата, никого не волнует. Ух ты, вот это уже интересно. А как же это влияет на психику маленького солдата? Поэтому здесь я хочу процитировать психолога Елену Кузнецову. Если вы хоть раз задумываясь, стоит ли одевать ребенка в военную форму, обязательно прочитайте. Ну, это обычный прием британских информационных войск, который является структурным подразделением некоторых британских спецслужб. Четко отрабатывать темничек один. Нужно ссылаться на экспертов, на психологов, которые будут объяснять, как это нехорошо. Ну, давайте почитаем психолога Елену Кузнецову. Давайте на правах психолога, имеющего немалое представление о детской психике, скажу, почему так нельзя делать. Ну, я скажу так, что самый лучший психолог – это родитель, у которого пять или шесть детей. Пусть Елена Кузнецова расскажет, сколько у нее детей. Далее идут фотографии. Это не детская одежда, утверждает Кузнецова. Я, кстати, видел этот пост и в Фейсбуке, и везде. Потому что это романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни – войны. То есть, просто войны. Во-первых, давайте на секундочку с вами разберемся. А война захватническая или война оборонительная? Мы что, с детьми обсуждаем захват Германии, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки? И мы эту форму в обряде Великого праздника Победы надеваем для того, чтобы романтизировать самое страшное в нашей жизни – захватническую войну. Нет же, речь идет о том, что это правнуки и внуки победителей Великой Отечественной войны, которая на самом деле была оборонительной. Неужели Варламов и его псевдопсихолог, который не стоит даже доброго слова, потому что занимается софистикой и подменой, и слово «война» не детализирует на захватническую или оборонительную, и это есть прямое указание британских информационных войск дискредитировать праздник Победы, она решила зайти с этой карты. Плохая карта, бьется очень легко. Воспитательный посыл, который получают через подобное действие взрослых детей, что война – это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается Победой. Да ладно, да? Люди идут и плачут, люди идут с портретами своих дедушек, бабушек, прадедушек, и прабабушек, и это здорово, это праздник? Нет. Зачем же романтизировать войну? Совершенно не разбираясь, что войны бывают захватнические, оборонительные и священные, великие и отечественные. А надо не так, продолжает Кузнецо. Война оканчивается непрожитыми жизнями с обеих сторон, могилами братскими отдельно, на которые даже порою некому ходить поминать, потому что войны не выбирают, сколько живых из одной семьи взять, платой за невозможность людей жить в мире. Войны вообще не выбирают, наши и не наши, просто берут плату без цены. Вот это нужно доносить до детей. Ну, и тут мы видим прямое указание темников, которое разрабатывается в определенных офисах, распределенных по Европе, для работы в информационном поле Российской Федерации и других постсоветских республик. В чистом виде. Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военный год, эта одежда была посмертным одеянием. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Военная форма – это одежда для смерти. Делать преждевременную смерть, встречать ее самому, преждевременно, оставляя следы горя везде, где ступают такие вот форменные сапоги. Детям нужно покупать одежды про жизнь, а не про смерть. Идиотизм. Россия, великая страна историческая, на протяжении тысяч лет является объектом агрессии и экспансии Запада. Кстати, получается, что Илюша Варламов и этот психолог Кузнецова работают на Запад. И они говорят, фактически, что этот текст означает? Не нужно воспитывать из детей защитников. Пусть это будут равнодушные индивидуалисты, которые никогда не подключатся к духу праздника Победы. Не надевайте на них форму дедов и прадедов, потому что нам на Западе это страшно. Как человек, работающий с психикой, я очень хорошо понимаю, что чувство благодарности может переполнять. Может прийти желание попраздновать в едином порыве. Радость единства, согласие на ценностном уровне – это великая человеческая радость. Нам по-человечески важно проживать что-то вместе. Хоть то радостная победа, хоть то скорбная память. Еще один сатанинский подкол, да? Нам все равно, что поход вверх, что поход вниз. Что в светлые миры, что в темные миры. Это так сатанисты, в общем-то, ведут свою политику. И впереди у нас такая важная дата. Готовясь с ней, вслушайтесь в то, чем она звенит лично вам. Мы все с вами родом из общества, где указания, как правильно жить, думать и чувствовать, выдавались сверху. Да ладно, они выдавались от сердца. А сверху формировалось из сочетания всего, что выдавалось от миллионов сердец. Поэтому врать по темникам британских спецслужб нам не надо. Но сегодня мы можем выбирать, например, осознание, что ни одна общность не стоит того, чтобы платить за нее через облаченных в одежду для смерти детей. Мирного неба нашим детям и трезвой нам памяти. Пусть даже в одиночку, не вместе с теми, кто вот так. Ну и дальше идет фотография, которая облетела интернет, на которой карикатурный портрет Путина, да? И на которой вот такая вот постановочная фотка, которая на самом деле очень похожа на провокацию. То есть, ну, во-первых, бескусица, во-вторых, явная провокация, которая выдается за повод для обсуждения праздника Победы Илюши Варламовым в строгом соответствии с темниками британских информационных войск, являющихся структурным подразделением вооруженных сил Великобритании. Обратите внимание с концептуальной точки зрения, какая происходит подмена. Люди, которые утверждают, что мы, да, рожденные там 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, да, 2000-е годы, не имеем права отмечать эту победу, потому что не мы ее делали. Происходит разделение детей, отцов и дедов. Это вообще-то черное мясо, это чернушные технологии. То есть, в рамках одного рода, одних родов, нужно разделить поколение, нужно отделить детей от отцов. И именно этим вызваны претензии, что русские сошли с ума, они одевают детей в военную форму, а это военная форма, это символ смерти, и так далее, и так далее, и так далее. Хочу обратить внимание, что западный чернушный праздник Хэллоуин, где детей одевают далеко не в такую форму, не вызывает у них никакого отторжения, а именно победа, именно то, что весь народ на тонком плане празднует праздник жизни, их бесит. Я предлагаю всем активным людям, которые относятся к диванным войскам, и которые пишут в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, написать материал на эту тему. Что вы думаете по этому поводу? Потому что количество людей, рассуждающих на эти темы, сегодня еще недостаточно. А количество проплаченных, блогеров, ботов, или людей, находящихся в кланово-корпоративной группировке, занаряженной против победы, сегодня еще значительно. Меня попросили прокомментировать позицию Якова Джугашвили по поводу празднования 9 мая, Дня Победы. И я, наверное, это сделаю, потому что вопросы действительно принципиальны. Давайте прям по фразам, построчно послушаем Якова, и я попробую высказать свое личное отношение к каждому тезису. Через несколько дней будет 9 мая, и вот я хочу пару соображений по этому поводу. Ну, во-первых, сразу хочу сказать, что никакого праздничного настроения или какого-то желания праздновать у меня нет. Яков не хочет праздновать, у него плохое настроение. Это не аргумент. А у меня есть желание праздновать, и я, например, исхожу совершенно из другого посыла. Сейчас Яков объяснит, о чем он думает, и я попробую ему возразить. Почему? Вот, постараюсь объяснить. А что тут объяснять, в принципе? Дело в том, что мы... Я считаю, что победа в войне – это не футбольный матч, это не какое-то спортивное состязание, после которого там поиграл, там победил и пошел пить пиво, расслабился. Дело в том, что эту победу нужно было оберегать, нужно было защищать. Вот, я считаю, что мы эту победу, ну, как бы это сказать, не буду выражаться, но... В общем, вы поняли, да? Мы, значит, эту победу не уберегли. Победу мы не уберегли. Давайте вот проанализируем само слово «победа». Вообще, что это была за война? Это была война за уничтожение подавляющего числа не только жителей Советского Союза всех национальностей, но и родов, которые должны были быть выкашены под корень. Это значит, что сейчас ни Яков бы не сидел перед камерой, ни я. Соответственно, это была война на тотальное уничтожение. И это еще абсолютно без всякой связи, какое было государство. То есть, немецко-фашистские захватчики, объединившие всю Европу, пришли нас вырезать под корень, и мы им это не дали, и мы их победили. Ну, как по мне, здесь есть что праздновать. Вот поэтому у меня нет никакого настроения ее праздновать, потому что считаю, что мы виноваты в этом. Конечно, помянуть наших можно, но вот праздновать праздновать не тянет вообще никак. Вот в этом месте я хочу обратить принципиальнейшее внимание на эту позицию. То есть, скорбь, не праздновать, помянуть, поплакать. Вот это движение вниз, вот эта чернушная депрессия, она на самом деле четко прописана во всех темниках, которые западные спецслужбы рассылают нашим блогерам. То есть, как это так? Русские празднуют победу в то время, когда они должны скорбеть и плакать. И вдруг, Яков Джугашвили слово в слово повторяет темники западных спецслужб. У меня, например, это вызывает вопросы. То есть, само существование Советского Союза это и было результатом победы. То есть, ради этого, в принципе, мы, наши предки, и сражались. Результатом победы было не только существование Советского Союза, а было существование большевистской партии, которую возглавлял Иосиф Сталин, который вообще-то параллельным способом от Советского Союза обеспечил и эвакуацию, и логистику, и координацию, потому что структуры Советского Союза ему активно в этом мешали. Поэтому Советский Союз это, безусловно, да, но на самом деле не только это. Народы, люди Советского Союза вместе с руководителем организовались таким образом, что, в конце концов, переиграли весь коллективный Запад. Чтобы сохранить Советский Союз. То есть, само существование Советского Союза было вот как бы этим результатом этой победы. И, в принципе... Вот здесь ошибочка принципиальная. Дело в том, что народы и роды, да, жили не только при Советском Союзе. Вот если взять, посчитать моих предков, предков того же Якова Джугашвили, то там не только жители Советского Союза, да, а через сто лет там были жители Российской империи, других государств. А если откатать еще тысячу лет назад, там были другие государства. Правда, есть ценности более высокого порядка, чем Советский Союз. При всем при том, что я это государство очень ценю, и я за ним тоскую. Но ставить вопрос в том, что люди воевали для сохранения Советского Союза, а не для сохранения людей, это примерно как вот тот же тезис, да, я не буду сражаться за активы Ротенберга. Придурки, вы за людей сражаетесь. Люди, живущие при Советском Союзе, при Российской империи, в Польше, в Венгрии, в друге это люди и сражаются за людей. Вот здесь Яков Джугашвили делает очень хитрую подмену, причем он может и сам этого не понимает, но он ее делает в интересах коллективного Запада, который в исходной точке, выходной точке своих темников пишет «Тоска, печаль, депрессия, слезы, журавлики, но ни в коем случае не праздновать победу духа». Вот этого Западу нельзя. И Яков Сталин, в смысле, Джугашвили, он далеко не Сталин, он берет и подыгрывает Западу. Правда, какой же он молодец. Народ и власть Советского Союза имели моральное право этот праздник отмечать и праздновать его. Повторяю, потому что они сохранили победу. Во всяком случае, во время существования СССР победа имела смысл и имела смысл ее праздновать. Сейчас нет ни Советского народа, нет ни Советского Союза. Все. Что праздновать? Вот здесь я вообще не соглашусь. Может быть, Яков Джугашвили и не является продолжателем дела Советского Союза и Советского народа, а я так не считаю. Если он все считает, что уже все умерло и пропало, а он просто неактивная единица, которая плачет мне тут с экрана, то я считаю себя продолжателем дела Советского Союза и я буду праздновать День Победы для того, чтобы мои дети и внуки прониклись этим духом. А если ему уже нечего делать на этом свете, так пусть пойдет, напьется и плачет горько в уголке, но не вякает здесь перед экраном, заражая людей вот этим депрессивным пораженческим состоянием в угоду темников западных спецслужб. Адвокат президента Соединенных Штатов Роберт Джулиани отменил свою поездку на Украину под предлогом того, что в Киеве слишком много врагов Дональда Трампа. А потом он озвучил фамилию одного из врагов и им стал народный депутат Сергей Лещенко. Это все отголоски президентской кампании 2016 года. Нужно вспомнить, что государственный переворот на Украине делался еще во времена обамовской администрации. И переворот делался руками клинтонитов. А это заклятые враги нынешнего президента. И в результате вот этой вот перипетии в 2014 году произошел государственный переворот, в 2016 году приходит Трамп. Трамп два года тратит на жесточайшее сражение с клинтоновской агентурой во всех государственных органах и при этом обретает победы. И вот сегодня получается, что вся клинтоновская агентура в Киеве становится на ход. Они попадают в списки людей, которым не будет поддержки Вашингтона. Кстати, хочу сказать, что Сергей Лещенко сразу же отреагировал на эту новость сообщением в социальных сетях, мол, Трампа ввели в заблуждение, это все не так, я хороший, но в целом это показывает очень важный глобальный расклад сил. Украина, как острие борьбы против России, которой руководят клинтониты, неожиданно становится полем боя внутриполитическим в самих Соединенных Штатах Америки. Это очень примечательно и это нужно иметь в виду при планировании любых мероприятий и при оценке любых раскладов. Во всяком случае, люди из команды Порошенко не угодны нынешней администрации президента Соединенных Штатов Америки. От человекообразия к человечности. Внутренний предиктор СССР. Как понять русскую пословицу «Все мы люди, да не все человеки». Что значит быть человеком в истинном смысле этого слова? Коллектив авторов «Внутренний предиктор СССР» впервые определяет критерии человечного типа строя психики. Каким образом людей превращают в биороботов? Зачем Зигмунд Фрейн рекламировал извращение? Как политикой управляют через постель? Почему патриархат на самом деле скрытый матриархат? От человекообразия к человечности. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru Давайте поговорим о разведке и контрразведке. Перечитываю я отдельные материалы статьи и выступления из новостной повестки дня и вдруг обнаруживаю одну очень интересную закономерность. Мы с вами обсуждали доклад Сергея Нарышкина на международном форуме по безопасности перед силовиками из 101 страны, в которой он объявил о будущем концептуальном переформатировании мира. Там было прямо сказано о том, что если западные страны Атлантического блока не способны двигаться в указанном направлении, то другие глобальные игроки будут строить будущее без них. И прежде всего упор делается на Россию. Я обнаружил статью, я ее раньше не видел, Владимира Громова, бывшего главы контрразведки Луганской Народной Республики, который еще в 17-м году практически копейка в копейку сказал все то же самое. В частности, он сказал следующее. К чему я записываю это видео? Для многих аналитиков, которые говорят о том, что Запад преобладает, что он определяет глобальные векторы развития мира, что глобальное управление диктует всем странам и народам и с точки зрения финансовой, и с точки зрения военной политики, и с точки зрения международных отношений, международной торговли, как им поступать, сегодня происходят те самые тектонические изменения, о которых говорил в свое время Владимир Путин. И представители контрразведки и разведки формируют это будущее в материалах, которые в принципе в средствах массовой информации ну вот так вот явно не озвучиваются. Там для того, чтобы услышать сообщение, что там сказано на самом деле, нужно еще и постараться. Это как-то ну не вписывается в общий тренд или в общую культуру потребления новостных заголовков. А что сказано на самом деле? За два года до Сергея Нарышкина Владимир Громов кто он такой? Контрразведчик который периодически появляется даже не в официальных СМИ. Он написал статью, которая послужила базисом для того, чтобы на официальном уровне несколько дней тому назад глава СВР сделал это самое заявление как результат системной работы. И это говорит о том, что Россия превращается в центр концентрации управления. Не знаю как кого, но причастных с этим событием я поздравляю. Сегодня рекомендую к прочтению шеститомник Сталин неизвестной архивы СССР выдающегося российского историка доктора исторических наук Юрия Николаевича Жукова. Этот капитальный труд базируется на ранее недоступном архивном материале. Он охватывает значительный временной период от прихода большевиков к власти до конца 1954 года и будет очень полезен всем интересующимся отечественной историей вообще и сталинской эпохой в частности. Приобрести комплект можно в интернет-магазине Концептуал или перейдя по ссылке в описании. Это были концептуальные итоги недели. Подписывайтесь на наш канал, пишите вопросы, пишите ваши размышления, обязательно укажите являетесь ли вы активным блогером, ведете ли вы канал на ютубе, ведете ли вы колонку у себя ВКонтакте, в Фейсбуке, пишите ли вы какие-то аналитические статьи, потому что время на таких специалистов уже пришло. Спасибо за внимание. Узнай больше на Концептуал РФ